Это новости на канале ЭНСК-49. Мы выходим в эфир из домашней студии. Здравствуйте и смотрите сегодня. Пандемия не проходит. Около двух тысяч больных COVID-19 насчитывается в Новосибирской области. Специалисты пока воздерживаются от оптимистичных прогнозов. Помощь из бюджета. Более 14 миллиардов рублей из консолидированного бюджета Новосибирской области направлено на помощь семьям с детьми. Могут ли рассчитывать на аналогичную поддержку другие группы населения? Красивые и счастливые. Участницы конкурса «Леди интеграция» еще раз доказали, что даже передвигаясь на коляске, можно быть современной женщиной. Коронавирус не уходит. Продолжает расти число умерших от этой инфекции, а количество выявленных новых случаев остается примерно на том же уровне, уже которую неделю подряд. С серьезными проблемами столкнулись и те, кого это заболевание обошло стороной. С подробностями Василий Акимов. По данным оперативного штаба, на утро 29 июля в регионе выявили 107 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в Новосибирской области зарегистрировано более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом. Свыше 7 тысяч выздоровели. Из них 212 за минувшие сутки. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти еще 7 человек. Самому молодому из них было 43 года. По официальным данным, в регионе от коронавируса умерли уже 218 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 69 человек. Из них на аппаратах искусственной вентиляции легких 19 пациентов. Впрочем, COVID-19 стал серьезным испытанием не только для врачей и их пациентов. Практически все сферы экономики сегодня переживают не лучшие времена. На Сибирской области с апреля закрылись более 2000 предприятий малого и среднего бизнеса. Такие данные приводит региональное правительство. Самое большое снижение произошло в отрасли добычи полезных ископаемых на 15,5% и в энергетике на 2,6%. Разумеется, это отрицательно сказалось и на уровне безработицы, и на доходах новосибирцев. Чиновники говорят, что уже потратили миллиарды рублей на поддержку семей с детьми и прочих нуждающихся категорий. Суммарно в Новосибирской области более 14 миллиардов рублей консолидированного бюджета направлено на дополнительные меры поддержки семей с детьми в период пандемии. В отличие от ряда стран, у нас помощь оказывают выборочно, то есть не раздают материальную помощь всем гражданам. Ежемесячная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет перечислена на 71 тысячу детей. Более 26 тысяч семей безработных граждан, где проживает 41 тысяча несовершеннолетних детей, получили выплату в размере 3 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Однако, если вы не зарегистрированы официально в качестве безработного, а в семье нет детей, то выживать в условиях падения реальных доходов приходится, рассчитывая лишь на собственные силы. А зачем рассчитывать? Надо только на себя рассчитывать. Радость по поводу выделяемых денег на каждого ребенка некоторые горожане также не испытывают. Это достаточно минимальная плата и она полностью не покрывает затраты на детей. Ну попробуйте на такую сумму прокормить ребенка в месяц, это достаточно мало. Если там заболеешь, пойдешь на свои деньги покупаешь лекарства. Вот, например, я заболела, пошла, терапевт, она назначила вот это вот, выпила я 15 дней и все, больше ничего такого, лекарства сами покупаем, если болеешь. Только по 10 тысяч, я могу сказать, и все. Опрошенные нами пенсионеры также не заметили дополнительной поддержки со стороны государства. Минималка идет, а так бы хотя бы 15 тысяч, хватает практически только на квартиру и вот по минимуму кушать. А если вот одеться, обуться, то не хватит. Многие горожане рады и тому, что имеют. Я получала, да, мне хватает. Вы детские получили? Да. Ну я пока не нуждаюсь в этом, пока нормально идет, дай бог, понимаете. Различные чиновники и депутаты неоднократно заявляли, что поддержка нуждающихся для них в приоритете. Пандемия коронавируса стала серьезной проверкой на прочность не только для здравоохранения, но и для социальной сферы. В Новосибирске полным ходом идет и строительство объектов образования, и благоустройство придомовых территорий, и капитальный ремонт многоквартирных домов. Именно эти вопросы рассмотрели специалисты мэрии, депутаты и руководители подрядных организаций на выездном совещании, которое состоялось в Октябрьском районе города. Фонд ветхого и аварийного жилья в Новосибирске довольно обширный, более 700 домов, примерно таких же, как этот на улице Грибоедово в Октябрьском районе города. Износ здания, в котором по-прежнему живут люди, более 70%. И с этим необходимо срочно что-то делать, так как число обветшалок многоквартирных строений год от года только растет. Решение этой проблемы сегодня завязано, во-первых, на федеральную программу, на федеральный фонд, откуда мы получаем финансирование на расселение из ветхого и аварийного жилья. И есть наши программы РЗТ, которыми мы тоже этой программой занимаемся, и за счет вот этого взаимодействия с инвесторами, с застройщиками тоже продвигаем. Капитальный ремонт таких домов проводится за счет местного бюджета. И уже в следующем году это будет выходом для более чем 30 домов, которые не попали в федеральную программу расселения. Если капитальный ремонт выполнить, то у них обеспечены нормальные условия для проживания. Вот этот дом как раз из тех, которые можно привести за счет капитального ремонта в нормальное состояние рабочее. И жители могут еще комфортно проживать в этом доме 10, может 15, может даже 20 лет. А в этом дворе многоквартирного дома выполнено благоустройство. Уложен асфальт, обустроены парковочные карманы и все на средства федеральной программы. Люди ремонта ждали давно. Потому что действительно находилась территория в не очень хорошем асфальтовом покрытие состоянии. И здесь необходимо было делать комплексные работы. В этом году удалось включить в программу «Комфортная городская среда». И у нас адрес Толстого 234, Автогена 73 и Чехов 254 проводятся работы как раз по благоустройству. Что касается малых игровых, спортивных, форум и площадок в этих дворах, то Евгений Смешляев выделил на это в текущем году 250 тысяч рублей из своего депутатского фонда. Остальные объекты благоустройства войдут в наказ избирателей. Осмотрев эти и другие объекты ремонта, строительства и благоустройства, мэр Новосибирска остался доволен. А все потому, что жители, принимающие в этом деле самое непосредственное участие, выразили благодарность за выполненные работы, которые сделали их жизнь хоть немного, но комфортнее. Мошенничество и банкротство в жилищном строительстве – явления, которые никак не могут уйти из нашей жизни. Что делать и какие шаги необходимо предпринять, обсудили на совместном заседании Общественной молодежной палаты при Государственной Думе, на котором глава парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский предложил принять меры, способные в корне изменить сложившуюся ситуацию. Подробности далее. Строительная отрасль Новосибирска продолжает радовать показателями, невзирая на всевозможные кризисы. Так, в 2019 году в нашем городе построили более миллиона квадратных метров жилья. Почти столько же сдали и в 2018 году. Строительные компании ввели в строй 88 многоэтажных домов или 17 тысяч 437 квартир площадью почти 945 тысяч квадратных метров. Оставшиеся почти 102 с половиной тысячи квадратов пришлись на индивидуальные и малоэтажные дома. Цифры радуют, но зачастую приобретение жилья в новостройке превращается в своеобразную лотерею. Случается, что строительные компании либо просто банкротятся, либо с самого начала работают по мошенническим схемам, пытаясь обмануть своих клиентов. В результате митинги и пикеты всевозможных обманутых дольщиков уже стали обычным явлением в Новосибирске. Глава парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский предлагает отказаться от системы ипотечного кредитования и системы долевого строительства. И вернуть как промежуточную форму систему жилищных кооперативов, отлично зарекомендовавшую себя еще в советское время. ЖИСКА – это лучшая форма, чем ипотека. Ибо вы сами организовываете кооператив, вы сами определяете строителя, вы сами документы выбираете. Это все-все. То есть надежно. Но и здесь мошенники влезли. Они отрезают кооператив на тысячу человек. Люди не знают никого. И получатся в амортический ипотеку. Что дочь проигрывает, что пащет в кооператив. Кооперативы создавать по месту работы. Там, где вы друг друга знаете и там жулик не пролезет. Еще одно предложение лидера ЛДПР способно изменить сложившуюся ситуацию – создание госпрограммы по строительству недорогих индивидуальных деревянных коттеджей стоимостью до полумиллиона рублей. Если проект станет массовым, работа, хорошо себя зарекомендовавших в советское время домостроительных комбинатов, может возродиться. Давайте 100 метров квадратных деревянные дома, где жирень массовая, массовая, она будет не шоковая. Если будут снова образованы домостроительные комбинаты, это будет 300 тысяч стоят дом, 400 тысяч. И расстрочка на 10 лет. Следующий логичный шаг, благодаря которому на строительном рынке удастся навести порядок и обеспечить людей качественным и недорогим жильем – объединить строительство, эксплуатацию и продажу жилья в одних руках – руках государства. Позиция ЛГБ радикальная. Убрать и все эти ипотечные дела, и ЖСК, все вместе. Пускай не устроят. Министерство строительства, и жилищно-коммунального строят. Эксплуатируют, убрать все управляющие компании, если они оправдали. И продают. У вас выбор будет. У вас мало денег за миллион рублей квартира. Вы начнете с такой квартиры, разбогатейте, потом эту продадите, купите за 5 миллионов, разбогатейте за 20 миллионов. Но вы ни с чем не обязаны. Вам дают смотровой ордер, выбрали, захватили, принесли питанцию из банка, получили ключи. Это было в самой лучшей форме. Изменения в сфере жилищного строительства давно назрели. В этой сфере образовалось слишком много посредников, отмечает Владимир Жириновский. В результате квадратный метр не по карману учителю, библиотекарю или ученому. Поэтому ситуация требует применения пусть и радикальных, но давно ожидаемых многими людьми мер, уверен лидер фракции ЛДПР. Конкурсы бывают разные. В них принимают участие как юные девушки, так и женщины в возрасте. Конкурс красоты «Леди интеграция» проводится среди женщин, передвигающихся на колясках. Об этом ярком событии на берегу Берского залива расскажем в следующем сюжете. Прошедший всероссийский конкурс красоты «Леди интеграции» уникален. В нем принимали участие женщины из разных городов России, передвигающиеся на колясках. До этого подобные конкурсы «Мисс интеграция» проводились только среди молодых девушек. В конкурсе «Леди интеграция» принимали участие женщины от 35 лет и старшей. Идея этих конкурсов одна – помочь социализироваться людям с ограниченными возможностями. И в то же время помочь обществу понять и принять этих людей. В конкурсе приняло участие 13 человек. В течение недели участницы проживали и готовились к конкурсу в реабилитационном центре «Ортас» на берегу Берского залива. Здесь же и состоялось праздничное шоу. Главный приз, я могу сказать, что это сертификат на приобретение инвалидной коляски на сумму 100 тысяч рублей. Участницы очень, очень, очень рады, что они сюда попали. Они каждый день благодарят нас, организаторов, за то, что это такое. И вообще для них это настоящий праздник. Настоящий праздник, потому что с ними работает огромная команда педагогов, стилистов, фотографов. У них вот эти 8 дней, они были заполнены прямо с самого утра, с 8.15 и до 9.00 вечера нон-стопом у них шли различные мастер-классы. Собрать участниц оказалось не так сложно. Через социальные сети было размещено приглашение на участие в конкурсе. Желающие заполнили анкеты с фотографиями. Далее отобранным конкурсанткам нужно было только доехать до Новосибирска. Остальное все было за счет гранта президента Российской Федерации. Как показала практика, свежий воздух, теплая летняя погода и комфортные условия центра благоприятным образом отобразились как на самом конкурсе, так и на участницах. Многие участницы после конкурса собираются поменять свою профессию. На самом деле я делаю все. Вяжу, готовлю. Я мастер маникюра со стажем 15 лет. Но сейчас мне бы хотелось переквалифицироваться, потому что сейчас я горю желанием. И хобби мое – это дизайн мебели и интерьера. Сейчас, конечно же, доступная среда с каждым годом становится все доступнее и доступнее. И, естественно, есть возможность реализовывать себя в различных сферах. Для того, чтобы победить в конкурсе, участницам необходимо было сделать собственную видеопрезентацию, показать творческий номер и станцевать общий танец с партнерами. Несмотря на то, что у каждой своя история инвалидности и разное время пребывания в коляске, настроение и боевой дух участниц могут послужить примером жизнелюбия для всех. Среди них есть бизнес-вумен, педагоги, мастера маникюра, художники и даже журналисты, пишущие сказки для детей-инвалидов. В этом году я написала эти сказки. На данный момент они опубликованы в электронном варианте, на таких популярных порталах, как Литрес, Проза.ру. Зрителям и жюри участницы конкурса продемонстрировали множество ярких и индивидуальных номеров. Удивили всех своих фантазий. Научили правильно носить платки, сыграли на фортепиано, прочитали стихи, станцевали национальные и современные танцы. Все участницы стали победителями в различных номинациях, которые присваивало не только жюри, но и зрители. Без внимания и подарков не остался никто. Но самым главным подарком и наградой для участниц стало то, что все они подружились. Действительно, вселенная услышала. И, наверное, поэтому я получила сегодня корону. Я сейчас просто парю от восторга. Было здорово. У нас подобралась такая команда девочек-конкурсанток. Мы стали просто единой семьей. Не было никого, кто бы там кому-то не нравился. Мы уже даже задумали, где и когда встретиться, к кому съездить в гости, в какой очередности. Потому что мы действительно будем дружить дальше. Это яркое шоу доказало, что нет ничего в жизни невозможного. Все зависит от самого себя. А если есть рядом люди, которые тебе протянут руки, то со всеми бедами справиться можно всегда. Ни суды, ни полиция пока не могут вернуть маме ее маленького сына. Как нам рассказали в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, отец похитил малыша и не отдает матери вопреки всем решениям Фемиды. И вот, что нам удалось выяснить по этому семейному делу. Ищут пожарные, ищет полиция, ищут фотографы в нашей столице, ищут давно, но не могут найти. И далее почти по тексту. Разница в том, что новосибирские приставы и полицейские ищут не скромного героя, а отца трехлетнего мальчика. Мужчина скрывается вместе с сыном, хотя по решению суда должен передать его матери, своей бывшей гражданской жене. Должник не исполняет, решение суда скрывается. Непосредственно применяются к нему меры принудительного исполнения, составление протоколов. На данный момент должник находится в исполнительном розыске. Ищем должника и ребенка. А началось все больше года назад в Красноярске, где Алена, мать тогда еще двухлетнего Вити, решила отметить его день рождения вместе с отцом ребенка и своим бывшим мужем. Мы встретились 10 мая 2019 года, 11-го отметили день рождения, все было хорошо в Красноярске, да. И 12-го на следующий день после дня рождения он сказал, что хочет побыть с сыновьями, у него еще есть первый сын от старшего брака. Я пока ходила по магазинам, и через два часа, как мы договаривались, я ему позвонила, чтобы он меня забрал, а он сказал, что он с сыновьями уже проехал Кемерово и направляется в Новосибирск. Конечно же, Алена тоже вернулась в Новосибирск, но теперь общение с сыном проходило уже на условиях его отца. Две недели мы встречались с Ивановым и с моим сыном примерно по одному часу на детской площадке, то есть раз в день он мне давал видеться, в течение двух недель. Дальше я поняла, что так невозможно, потому что сын очень плакал при расставании со мной, мы два года с ним были неразлучны, и до полутора лет я его кормила грудью. Иванов сказал, что если я пойду куда-то в госорганы опеки или суды, то больше ребенка я своего не увижу. Женщина решила рискнуть и обратилась в опеку. Больше она своего сына не видела. Я моего сына видела последний раз 26 мая 2019 года, то есть больше года назад. Последний раз моего сына видели соседи зимой и судебный пристав-исполнитель. Зимой его переодевали в костюм девочки. Иванов также все, все разы, когда мы выезжаем на исполдействие, Иванов говорит, что сына дома нет. 27 марта 2020 года решение суда, согласно которому мальчик должен жить у своей матери, вступило в законную силу. Но отец по-прежнему скрывается сам и прячет ребенка от правоохранительных органов. Если кто-то знает, владеет какой-то информацией о местонахождении должника, либо ребенка, несовершеннолетнего Вити, сообщите непосредственно в службу судебных приставов для исполнения решения суда. Звонить можно по телефону, который вы видите на своем экране. Конечно, в подобных историях, когда родители не могут поделить своих детей, каждый из них оказывается по-своему прав. Но все же решение суда есть, и его надо исполнять. Это все на сегодняшний день. Мы следим за развитием событий. Наши новости всегда на сайте www.nsk49.ru Ваши мы ждем в рабочее время по номеру 220-2105. Спасибо, что были с нами. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok